Да, по поводу Энигмы. Бытует мнение, что раз Энигма может хавать крипов и стоять под вышкой, то саппортить этого героя вообще не надо. Это нифига не так, потому что Энигму надо саппортить, ибо если этого героя саппортит, то он может доминировать на линии. Ноуан борзеет, прям заходит за тавр, почти побил Матумбу, но тут приходит Курос с двумя големчиками, один из которых распадается еще на двух големчиков. В итоге тут три големчика, и Ноуану буквально не хватает пары ударов для того, чтобы его убить. Следующий кирпич. А, погоди, он сейчас переманит. А, ну, Ноуан грамотно делает, что отдается, потому что Курос здесь бы просто переманил еще одного крипа, и у него рассыпались бы еще на пару големов, да, вот юнит один, и он бы докинул кирпичи и убил бы. Немножко золота потерял Ноуан. Так, ну и тут пока на центре прям основной движ. Энигма один на один против Фантомки, в топе БХ один на один против Лайфстилера. Интересно, кстати, кто окажет. Ну, пока Лайфстиллер супер хорошо фармит, и майн-контрол, он, видишь, он даже тос вкачал, чтобы, видимо, там, как-то лишний раз может подхарасить героя Рамзеса. Шэдоу Волк пока что не брал, но на четвертом, наверное, возьмет как раз сейчас. У Рамзеса большое количество брони с чейнмейлом, собирать он будет фейзет, там купит медасик, скорее всего. В общем, по стандарту будет собираться хоста, Роджер забирает хосту, но атаковать с ней Куру он не хочет, просто потому что он его не убьет. Бежит на бот, там будет попытка, может быть, убить Миракла. Миракл очень мало здоровья имеет, использует блинк, Роджер попадает камнем в него, но дэмэджа немножечко не хватает, и Болдер Смэш пока слабый у Роджера, он еле-еле выживает, а тут Миракл прыгает, дает кинжал, и все-таки Роджер уходит, фраг не достается ликвидом. Ну, а Миракл отхилили, фласочек, приятно. Очень много фарма у майн-контрол на топе, постоянно Рамзес обьет женады, постоянно ворует золото. Рамзес, конечно, тоже не страдает, но я думаю, что вот это та игра, где майн-контрол, она же надо до пица игры наворовать, там, 2-3 тысячи, если там дойдется до лейта. Так, я там тебя чуть потише сделал, вот, ну, думаю, что так должно быть лучше. Был выход на майн-контрол, но детекшен никакого нет, просто майн-контрол в итоге прогоняют. Идет он, контролит руны, здесь ВП... Здесь ВП отдают руны, тут кажется, 4 руны, да. ВП сейчас недоконтроливают. Это очень и очень плохо для ВП, конечно же. Легкие деньги и для Манки Кинга, и для Фантомки, то есть там какие-то стартовые сразу маски сейчас поедут. Миракла потихонечку бафает Куру, он вкачал Дивайн Фейвор, чтобы ХП-реген дать и урон дополнительный Мираклу. Так, а в топе, кажется, там нападают на майн-контрол. О, стана нет, стана нет, все нормально. С контролем, при этом смотри, как грамотно улетает. Улетает на шрайн, был он под дастами, и теряет, ну секунд, наверное, 15. Ну да, минимум времени, Манки Кингу этот шрайн, скорее всего, не нужен. Очень некоторые мидеры обижаются, что там их шрайн заюзали, но на самом деле нужно на Манки Кинге просто правильно стоять, чтобы тебе этот шрайн был не нужен. И учитывая то, что у Матумбы сейчас полный стэк по здоровью и, ну в принципе, немножко не хватает маны, но это не страшно, у него 10 стиков есть. То, я думаю, он не сильно против, что майн-контрол там заюзал в шрайн, в топе его не позвал. Не сильно он по этому поводу печалится. Руна волшебства для Роджера успевает, он своровать ее из подруг кипера в зелайта. Ну и главное отсюда Роджера теперь просто укатиться, там была уже атака от Кура, потенциально он мог тоже помочь. Снизу временно Паша ставится против Меракла 1 на 1. Очень хороший показатель у Паши по днаям, но вот по басхиту чуть все похуже. Меракл имеет, в общем-то... Опа, атака на Пашу, Малифай, сразу же, Эллюминает полетел. Галлонов не убить, Паша больно, Меракл продолжает свое преследование, но дайвить за башню не будет. Слишком опасно. Один телепорт сюда, какой-то энчантерс, и все бы закончилось плачевно. Два телепорта на топ. Летит энчантерс сюда, летит сюда и Роджер. Попытка будет убить майт-контрол, а опен ваунс. Невидимость есть, но вы понимаете, смысла нажимать ее нет, только хуже майт-контрол себя сделает. Вешает рэк, и здесь майт-контрол погибает. Выдает максимум урона, который мог здесь сделать напоследок. И фраг для Рамзеса. В Рамзеса все очень классно здесь. Мидас будет крайне быстро после файзов. Дальше все по классике. Ну, наконец-то Роджер находит себя на карте. Он там в миде как-то пытался помочь ноуану, в боте пытался помочь Паше, но ни там, ни там он фраг сделать не смог, а вот только в топе сейчас смог закатиться и фрагнуть. Фрагнуть баунти-хантера довольно важно, потому что баунти-хантер тут тоже неплохо качался, в общем-то, как и Рамзес. Важно было его шлепнуть как-то. Поднапрячься. Но у Паши не самые лучшие времена в боте. На самом деле он 14-20, да, у него очень много динаев. Но Миракл фармит. Фармит, причем, достаточно хорошо. Причем не особо хуже, чем Лайфстиллер. Обратите внимание, только 6 крипов он ему уступает. Это несмотря на то, что Инигва там динает очень сильно. Да, и разница такая несущественная по ласт-хитам. Так, Дайвит опять у нас в топе игроки Virtus.pro за майн-контролом, но тут уже приходит Куру и за счет ТОСа забирают Роджера. А слушай, денежки-то за него получили с трека? Да, видимо, получили. 3-2-2 золота, 3-2-2 золота получает баунти-хантер. Угу, 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 угу. Ха-ха. Под треком, да. Энигма почти из Блэкхолла. Так, это Уана Снезона, Фантом Ассасим, Миракл. Фантом Страйк. Паша продолжит в огоню. Вкатывает еще и Роджер сюда. Закидывается булыжник, Миракл. Понимаешь, что надо драться до последнего. Закидывает кинжал и... И погибает. 2-2. Пока очень равная дота. Немножко ликует вейдут. Баунти-хантер. Баунти-хантер тебя чувствует просто идеально. Рамзес разменивается. Размен такой себе получается. Там скоро еще один удар будет. Адей, полетела торнадо Дикокрыла. Рамзес может сейчас страйфануться в сторону этого Дикокрыла и инфест заюзать. Но он заюзал влайнового крипа. Ну ладно. А, погоди, так это его Дикокрыл. Это же... Дикокрыл Соло. Да, он был синенький. Да, Дикокрыл Соло. Точно, да, да, да. Тогда не надо было его убивать, естественно. Подходит Матумба Мэн, стакает пассивку. Палку он уже потратил. И у Битла Силера здесь уже никак не получится. Ну, такая игра пока... Ну, вроде как и агрессивная, но при этом очень аккуратная. Да, с обеих сторон. Блэкхолл снизу. Рожер рядом. Сейчас главное грамотно подконтролить Меракл, чтобы он никуда отсюда не ушел. Но Мераклу трудно куда-то отсюда уйти. А Блинк и Блюр? Ой, да ладно. Ну ладно, Блюр спадает и... Да, Меракл уходит. Тут его еще и реколит Чен. Ну куда, нараспаунули? На топ. На топ реколит его. Сейчас бафнет и здесь Меракл будет стоять. Дает ему танго, кинет ему дивайн фейвор, вешает арморчик. Ну, Кура прям как... Заботливый, не знаю, старший брат для Меракла. Везде ему поможет, поможет нафармить. А вот БХ приходит в боты. И тут уже у Роджера проблема. Потому что по трекам не хочется умирать ни в коем случае. Он делает топ-аут и демэджа не хватает. Вот, блин, Майн-контрол как-то... Неаккуратно ТОС использует. ТОС к Баунти Хантеру он как раз для того и нужен, чтобы телепорта сбивать. Да? А не для того, чтобы там просто какой-то демэдж нанести. Хотя демэдж он тоже очень хороший наносит. Но от Баунти Хантера очень легко просто сделать топ-аут. И если ты кидаешь ТОС, то соперник, естественно, просто старается увеличить дистанцию за счет каких-нибудь там скиллов, блинков или роллинг болдер. И просто... Напросто сделать топ-аут. Приходит Пуганов топ. Здесь уже вместе с Рамзесом. Но он пытается забрать тир-1 вышку. Будет ли какая-то помощь от GH? Там на Пашу атака снизу по трекам. Очень проблема. Это снова фрэк-трак. Очень Паше трудно уйти. Еще и всех Эдолонов забирают. Огромное количество денег, учитывая, что трек, учитывая, что Эдолоны. На топе. Там продолжается возня против Миракла. Миракл. Сеточка пытался закинуть Соло. Немножко не успел. Миракл ушел. Сюда еще прилетает Кипер в Злайт за счет Куру. И пытается обороняться. Но делать это крайне трудно. Катапульта, Бласт от Пугна. Четвертый. Постоянно это осада. Остановить этот пуш нереально. Ну, герой немножко не успел. Да и, в общем-то, размен. Это может быть размен даже. Потому что снизу Эдолини тоже пушит. Хотя есть Телепорт. Бывается Миракл. Ноуан. Есть Лайфдрэнди Крип. Ставится шарик от Кипер в Злайт. Отличная позиция. Стягивает двоих. Очень быстро убивает Пугну. В вагоне за Соло. Соло. Но Соло тут никуда не тянется. Антачи был первый. Светлячки даже не подрубает. Рамзес. Есть Анфест. Но решил просто идти в сторону базы. Балка в кулдауне. Рамзес получает трек. И его отпускают. Хорошая драка для Ликвид. Вышку они отдали. Но, блин, какой же все-таки сильный макроконтроль у Ликвидов на карте за счет этого Чена. Ты можешь телепортироваться. Допустим, ошибиться с телепортом. И потом тебя Чена, если надо, пререколит. Нападает на Соло. Соло погибнет под треком. Это очень плохо. Рамзес приходит сюда. Здесь же No-1. Такое ощущение, как будто Virtus.pro просто разозлились. Пытаются забрать Миркла. У Миркла есть Блюр. Если что, он тут сможет уйти. Летит дротик в No-1. А No-1. Декрип в кулдауне. И он тоже умирает под треком. Приходит Роджер. Роджер с магнетайзом. А Тумбомэн раскастовывает ультимейт. Но не успевает. Умирает. Майнд контрол тоже должен умереть от магнетайза. Его продлили. И он догнивает. Нет маны. Нет невидимости. Отличная работа от ВП. Дабл килл от Роджера. Ну, работа-то отличная. Только все ведь эти фраги под треками делаются. Не забываем об этом. И вот как раз в Fight Recap или они отражаются. Я не знаю. Ну, как-то очень мало БХ получил за два трек-фрага. Всего 280 золота. При условии, что он умер. Казалось, что он должен был больше лутануть. Ну, ладно. Пока, как бы, ситуация на карте не переходит в какую-то неконтролируемую для ВП. Да, они там где-то фраги под треками отдают. Да, где-то там умирает мидер уже второй раз подряд. И NoOne играет со статистики 1-4. Мы не привыкли видеть Владимира в подобной ситуации, да, когда он 1-4 играет. Обычно он именно задает тонус игре, да. Плеймейкером является. Там много-много фрагов. Отличный КДА. Солид игры. А здесь он просто как напугник, как бы бегает, создает пространство для Рамзеса и для Паши пока что. На Рамзеса как раз в топе нападают. Сейчас он делает тэп-аут под рейджем. Готовится атака на Матумбу. Там NoOne вместе соло, а Матумба... Да, кстати... Понимаешь, слишком далеко. Мы тут уже довольно долго прокометили. Чекни там, все ли там окей со стрима. Майнд-контрол тем временем в боте под Вилу Веспом убивает... Но он NoOne. Роджера. Джейдж погибнет. Есть блокбол. Можно дать, можно дать, можно дать, да. Можно дать. Не надо его жалеть. Чтобы 100% сделать этот фраг... НЕТ! Все нормально. Да не, не, не. Пенчант и удар от Рамзеса. Но это было бы слишком... Слишком нечестно. Но Паша все грамотно сделал. Миннайт пульс, блэк холл. Максимальный урон. Наверное, без мент пульса было бы чуть тяжелее. Ну понятно, да. Баунтихантер добить. Там пульс первого уровня, но он все равно очень хороший процент отнимает по здоровью. Роджер вкатывается в Куро. Куро стоял очень неосторожно. Матумба пытается отступить. Отличный камень, кстати, от Роджера. И Куро... Ой, Куро в итоге выживает. А Матумба под ареной разбивает здесь лицо Эр Спириту. Сам он, скорее всего, тоже отправится в таверну. Отличная игра. Крами с Чифом доджит импетус. Работает пассивку. Слушай, а он борется. Он борется, он прячется в лес. Что это вообще было от Матумбы? Это балансный герой Манки Кинг, друзья. Его, конечно, все-таки забрали. Но вот какая-то малейшая... Так, летит... Бляха, муха. Пролетел Тос. Венчантрос. Фраг под треком. Опять для майнд-контрола. Ну, Ликвид, конечно, круто очень все расконтроливает. Потрясающая игра и от Матумбы, и от майнд-контрола. Все очень четко. Будь майнд-контрол чуть-чуть побыстрее здесь. Ну, он там, наверное, спавнился, да, после того, как умер в боте от Блэк Холла. Но если бы он чуть-чуть быстрее бы здесь смог появиться, то и Рамзеса бы, наверное, убили, и Манки Кинг при этом бы остался в живых. Вот, поэтому... Немного так получилось неприятно. А у Манки Кинга медалька первым слотом. Такой немножко нестандартный артефакт. Реколит сейчас Манки Кинга Чен. Контроль рун. ВП должны в топе забрать две штуки. 2-2 по рунам будет. Хотя... Паша очень, очень рискует. Очень рискует сейчас в боте Павел. Майнд-контрол пытался здесь как-то проскаутить, что там с рунами происходит. Повесил треки. Ой, Паша, Паша сейчас погибнет. Вилла Висп. БХ здесь нет, чтобы повесить трек, но это и без трека очень приятный фраг. Там параллельно БХ можно было попытаться бы убить, но 1 соло были рядом. Майнд-контрола отпускают. То ли детекшн, то нет. Ну да, дастов нет. То есть с майнд-контролом не было смысла гнаться. Проблема всегда против героев с невидимостью, что постоянно нужно покупать дасты. Стоит, конечно, немало. Да, а БХ ведь, видишь, он еще и очень быстрый. То есть он вешает трек, у него фейзы, драмы. Он очень ловко перемещается по полю битвы. И его просто так даже за счет дастов поймать очень сложно. Развешает треки, дает хорошие тосы. Пошел магнитайз, декрип очень больно. Здесь майнд-контролы, есть сики, но он промахивается бластом. Вкатывается Роджер. У Роджера полный запас здоровья, вряд ли его так просто смогут убить. Честно говоря, его могут убить запросто. Это баунти-хантер же надо в 4, сюрикен в 3. Вот так. Энигма выходит, плохого нет. Пока хайпит рано. Декри, баунти-хантер, бла залетает, форстаф! Это джаж. Это джаж. Последний момент выталкивает майнд-контрол от верной смерти. И появляется руна ДД. Что по Мираклу? Миракл БФ совсем чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть, рецепт также уже куплен. Хороший тайминговый БФ на 17-й минуте, приблизительно там на 17-й с половиной будет. При условии, что ПТ и 2 маски куплено. То есть не просто голый какой-то БФ без тапков, без каких-то там промежуточных артефактов. А что-то такое и есть у него. Помимо БФ. То есть он там пару раз в драку вступал, помогал своей команде. У него статистика 0.1.4. Один раз всего Миракл погибал. Вот и 4 ассиста у него. Обидно, конечно, что фрагов нет. Но я думаю, что Миракл легко камбэкнет. Да что значит камбэкнет? У него и так все неплохо. Ему надо не камбэкать, а просто вырваться вперед резко. Нападает майн-контрол на соло, соло подрубает светлячков, начинает отхиливаться. Майн-контрол хочет дать еще одну точку с Дженады. Здесь уже Паша. Пульс мимо Роллинг Болдер. Начинают работать импетусы. Пытается отступить майн-контрол, но... Форстап! Соло форстап, лайв и лайв. Там декрибл. Там декрибл очень неудачный от Ноуана. И он кажется за... Боже, Ноуан грубо ошибся сейчас. Очень грубо. Но ладно, исправляет свою ошибку тем, что дайвит под вышку и... Бластом и лайфдрейном убивает БХ в конце концов. Получает за него 500 золота, между прочим. Очень дорогой баунти-хантер. Ликвидет тоже неаккуратно играют, видишь. То есть, казалось бы, в такой позиции нападать на энчандрос очень трудно. У нее есть антачивал, у нее есть светлячки. Ты не можешь просто взять и за прокаст ее убить. На баунти-хантере за Дженаду Тос. Тем не менее, майн-контрол это делает. И умирает. В принципе, он стянулся до каких-то героев. То есть, это не совсем бесполезная смерть. Скажем так. Но все же. Все же. Это смерть и это 500 золота для вражеского мидера. Не для какого-то там саппорта, который тут же эти деньги спустит на варды и на каким-то кларити. А для мидера, который может купить себе... Ну, не знаю. Вот Дагон Ноуан собирается покупать. И у него уже очень много денег. Потом этим Дагоном он как раз этого баунти-хантера будет штрекать постоянно. Декрип, Дагон, Лайфдрейн, Бласт и все. Баунти-хантер будет кончаться. Паша, 2000 золота. Посмотрим, что там появится. Тут, конечно, может быть как и Блинк, так и часть Блокимбара. Наверное, наверное, Блинк. Потому что с Блинком ты как раз-таки еще быстрее будешь фармить. И учитывая такой хаос в игре, я думаю, что он сможет этот Блокол дать и без БКБ. Ну, как Ликвиды лезут, да? Они там кидают все спеллы, как попало. Дождаться просто Вилу Виспа и можно, в принципе, кастовать Блокол. Так или иначе. Ну и всяких героев на перетяжках можно ловко ловить. Там БХ бегает по карте один. Можно дать ему Блокол в одного и убить. За него очень много денег можно получить. Он 7000 золота. Да, Паша, и в Лейтгейме. В Лейтгейме сможет в эти моменты выиграть, может быть, даже игру. Нет, то, как сейчас идет игра, я бы сказал, что это на руку Виртус Про. Потому что у них есть универсальное оружие. Энигма, герой, который хорош против практически любого пика, против любых коров, потому что он бьет в процентах. Наносит очень много дэмэджа, дизейблет в БКБ. Вот. Тут Матумба прыгает, он не попадается на этот Мид Найт Пульс. И кажется, тут сейчас будет заварушка. Майн Контрол дает вижн. Дастей, нашли Баунти Хантера. Энигма рядом, Паша, напоминаю, с Блинк Дайгером. Лавки, мощность ворваться. Нас ждет момент. Баунти Хантера убьют, видимо, и так. Малифайс на Кипер Зелайт, ставится шарик, толку от него немного. Хорошо, ВП делают минус 2. Магнетайс работает, Радиенс работает. Там инвиз не инвиз никак. Но смотри, что происходит. Это Мистер Миракл. А что Мистер Миракл? Мистер Миракл... О, он бьет Рошана? Вместе с Алифа Волкан. Долго, конечно, бьет, но... А сюда как бы Роджер влезет. Настолько-то неожиданно, что даже мы особо там не смотрели. А Роджера видит. А Роджер за руны идет. Он не на Рошана идет, он идет за руны. Боже. И тут сейчас его встречает Матумба. Матумба начинает бить его, дает 2 удара. Использует Мисчиф, дает палку, заряжает пассивку. Тем временем падает Рошан. Если бы Роджер чисто случайно сейчас катился бы в Рошпит, чтобы убежать... О, отличный, отличный пульс. Можно... Можно этот Блокхол? Можно? То есть убивают Рошана. Да, убьют без Блокхола. Рошана бы сейчас проверить, но... Этого никто не знает. ВП понятия не имеют. Да, это трудно сказать, что одна фантомка. Представляю сейчас лица игроков Virtus.Pro после того, как они увидели эту надпись, что Рошан погиб. Знаешь, хуже лица, когда у тебя на 0 секунде надпись, что Рошан погиб. Ну, разве что так, да. Разве что так. Ну, это совершенно неожиданно. То есть без какого-то дабл дэмэджа, без дезолятора. Вот Миркл только сейчас же себе дезолятор привез. Правильно я понимаю? Да, да, да. У него же не было дезолятора. Нападает он на Рамзеса. Рамзесу очень плохо. Рамзес дает ван дэй. Пытается уйти. У него нет телепорта, кстати. Смотри, его надо спасать. Там есть Тер-1-вышка. Он стрейфится в елке. Миркл очень сильно замедлен. Он его не видит, чтобы напасть на него. И в итоге, кажется, теряет след. Оставляет ластила. Ну, подожди, майт-контрол. Майт-контрол видит Рамзеса. Ну, все, все. Там уже никак. Блэкхолл, кстати, на Манки Кинга не потратили. Что очень круто. Я подумал, Паша сейчас, ну, как бы просто даст этот БХ, чтобы не дать Манки Кингу там как-то отхилиться за счет пассивки. Не дать ему время выиграть. Просто вот за Блэкхолл его быстренько забрать. Но Паша холоднокровен. Блэкхолл не потратил. Сложно найти ситуацию, когда этот Блэкхолл можно будет дать, правда. Вот там Вилуисп уже появился. Было небольшое тайминговое окно, когда можно было реализовать Блэкхолл. Нападают на Джейча. У него есть Блинк Форс Став. Но похоже, что эта связка артефактов ему не помогает. Не в этот раз. Да, в этот раз. Миркл на топе. Забирает Т1. Очень нужно. Скорее Блэкхолл, хотя не забываем про Энигму. Миракл в опасности. Выходит Рамзес. Миракл упрыгивает. Опен волн в своем случае получает. Что там по Паше? Паша очень далеко пока от своей команды. Врыв. Рамзес идет дальше. Манки Кейнг. Классная позиция для ультимейта. Вирту Спора рискует здесь погибнуть. Очень быстро. Можно убить Рамзеса. Рамзеса в последний момент. Инфест выходит с крипа. Там его все равно бы скорее всего заденали. Рамзеса убили. Паша может еще ворваться на самом деле. У Лавсилера есть байбэк. Но там ставится Уилл Уиск. Пока не получится. Нет возможности. Попытка убежать с эту соло. Малифайс на Миракл. Миракл в погоне идет дальше. Фантамстрайк через секунду. Прыгает просто крит по соло. Минус соло, минус три. Ну и Вирту Спро покидает драку. И не факт, что еще Роджер уйдет. Там Миракл воюет. Роджер отпихивает просто своим ботинком подальше Фантомку. Есть Вижен за счет трека. Неужели Миракл докинет? Нет. Нет. Он бежит. Он бежит. И Блинк от Энигмы. Миракл может рискнуть. Там три героя в таверне в конце концов. И при этом у него есть Аегис. Поэтому почему бы так не попробовать сыграть? Мог получиться один из этих хайлайтов Миракла. Таких классических. Ну самый, не знаю, самый мой любимый хайлайт Миракла это когда он на Финдалетом Мансил. Помнишь? С Мантов Стайл с Иллюзиями? Не, не, не. Это, блин, с Блинком. Там как-то он на лоу ХП Мансил, Блинкался. От урага. Это было вот в этой точке. Вот здесь вот. Да, да, да. Я про это. Когда он курьера потом ищу. Да, 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 да. Я про это как раз и говорил. Он в момент голе Мантов Стайл нашел. По-моему, что-то такое. Может быть. Главный прикол. Я уже не особо помню. Я просто помню, что я дико восхищался всей этой ситуацией. Берет, кстати говоря, Паша себе талант на ГПМ. Несмотря на то, что у него есть Мидас. Конечно, талант на ГПМ дает тебе в итоге денег больше, чем Мидас по заниженной ставке, скажем так. Когда ты его чаще кидаешь, ты получаешь меньше денег, чем вот просто пассивно получая 150 золота в минуту. Но КДР тебе дает очень приятную возможность кастовать чаще блокхоллы и чаще БКБ нажимать. И другие там способности у тебя очень приятные. Поэтому, если ты купил Мидас, в принципе, брать ГПМ это, ну, не совсем, как бы, наверное, даже верно. Обычно так поступают, когда чувствуют, что тебя прижали к стенке. Ты вот играешь, ты понимаешь, что либо ты сейчас возьмешь ГПМ и выформишь БКБ и дашь блокхолл, и в итоге у вас появится какой-то шанс на игру. Либо ты ГПМ не качаешь, вражеская команда заходит к тебе на хайграунд, у тебя нет БКБ, блокхолл, да ты не можешь, ты проиграешь, ты теряешь линию, вторую и трон. Все, ГГ. Но здесь вроде ситуация не такая. Я не знаю, успел ли ты вообще посмотреть. Я успел, я успел посмотреть. Я видел это прекрасно. Это было настолько быстро. Это было очень больно. Ну, вот тут-то как раз прекрасно работает талант на ГПМ. Ты сидишь в таверне, а денежка капает. Миркл в блюре. Посмотри, под треком сейчас видит он Роджера, но Роджер понимает, что опасно очень находиться близко к забору, вот к этому. Иначе может выпрыгнуть Фантомка и расколошматить тебе нос. А Фантомка и так, кажется, выпрыгнет сейчас. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. А тут еще одного хотят? Ну нет, это стиль Virtus Pro, то, что делают Liquid. Прокает баш, очередной блинк. И еще. Еще один, правда. И еще. А есть кто-то, кто поможет? Я не знаю, как-то справится с Мирклом здесь. Миркл. Хватит. Ааа, нет. Ну все, сейчас его должны убить. За Блэкхолл. Фульс и Аегис пропадаются. Боже, как Миркл. Не, ну, говорить после этого, что, ну, команда серьезно относится к этому турниру, я даже не знаю. Нет, в принципе, атака Миркла под Т4, она вполне оправдана. Ну вот уже на Фонтан это точно не оправданно. Он сделал два фрага, он сыграл красиво, но, блин. Так, тут Блэкхолл. Паша будет ли кастовать? Кастует. Если чем сбить. Сбить, похоже, нечем. Лайфдрейн от No1'а просто прекрасный. Но Матумба переживает и начинает дамажить. Почти убивает Рамзеса. Рамзес отхиливается. Магнетайз работает. И еще два фрага в копилку Virtus.pro. Ну вот, слушай, первая за долгое время драка, где ВП поубивали людей. Три минуса. Но Фантомку, мы помним, где погибла. На самом деле, если бы пару секунд у Фантомки еще остался этот Аегис, то на нее бы потратили Блэкхолля к тому, и сейчас бы вот этих смертей бы не было здесь. Да, скорее всего. Блэкхолла бы скорее всего не было. Что без Блэкхола убить Миракла в той позиции было никак, несмотря на то, что это Фонтан. Мы отметили, кстати говоря, про Нуана с Шивой, а не Дагоном, который изначально планировал купить. Такая вот прям быстрая-быстрая. Я думаю, что это даже правильно. Его, правда, тут подцепили в Вилу Висп и очень грамотно форстафнуло в ОГХ прям на себя. Ну, блин, очень сложно тут становится драться, потому что приходит Рамзес, у которого радианцы 20 уровень. Фантомка далеко пока. Помочь своей команде она не в состоянии. Но тут неплохая палка от Матумбе. Миракл приходит. Убивает Энигму, Соло. И Соло тоже убивает, да. Отдают. Все под треками. Успевает купить БКБ, Павел. Следующий Блэкхолл ему будет уже не сбить. Это важно понимать, что Ликвид вот сейчас могут ступить на очень скользкую дорожку. Если они вот криво буквально в паре моментов сыграют, ну, возможности камбэкнуть в игру они уже могут не получить элементарно. Так, у меня что-то со скроллом не приближается. Камера-то, елы-палы. И на хайграунд идут. На хайграунд идут Ликвид, понимая, что там нет Блэкхолла. И то, что Паша еще спавнится целых 20 секунд, можно как минимум забрать эту тревышку. Есть арена через 3 секунды у Матумбы. Матумба может эту арену скастовать и можно попытаться забрать бараки. Но кажется, Ликвид хотят просто отступить и перегруппироваться здесь. Можно попытаться похолдить Ликвидом до следующего Рошана. Потому что Рошан может уже появиться как бы с минуты на минуту. Либо через 40 секунд, либо через 3 минуты. 40 секунд появляется медалька у БХ. БХ у нас выбрал такой полусаппортящий полудпс билд через фейз и медальку. Но при этом взял еще Владмирс и Пайп. Пайп ему нужен против Пугны, понятное дело. Против магнетайза Эрспирита. Но от БКБ на его месте я бы тоже не отказывался. Манки Кинг. 15 уровень. Да, у Манки Кинга, конечно, все печально. Теперь я думаю, что люди начинают понемногу понимать, зачем на Манки Кинге медаза делается. Потому что говорил я уже не раз, что Манки Кинг берет медаза для того, чтобы быстро взять таланты. У него таланты очень крутые на 15 и 25. 15 он получил буквально недавно. А до 25 ему еще как до Китая задним ходом, собственно, как говорится. Хотя он уже в Китае. Как бы тут, не знаю, двоякая какая-то получилась фраза. В общем, вы поняли, что 25 уровня он очень нескоро достигнет. А был бы у него медазик, все было бы лучше в этом плане. Атака на Джаша. Очень долго ребята пытаются убить. Там есть Блэк Холл, там есть БКБ у них. Смотрите, пока атака на Пашу. Нет возможности подойти. Манки Кинг дает ультимейт. Ультимейт просто пустой. Но тут надо отступать Ликвидом, перегруппироваться. Потому что они потратили... Вело Виз, потратили ультимейт МК. И сейчас как раз Виртуз Про нужно подождать, пока с них спадут треки. И уже после этого напасть. Нападает на Майн Контрол. Если какой-то Форстав, Форстав есть, ставится Сентри Вард. Роджер готов вкатываться, мне кажется. Дает Болдер Смэш, от которого Майн Контрол уверенно уворачивается. Там спия, смотри, что происходит. Миракл. Он без дабл дэмэджа. На Башу Блэкл уже, я думаю, готов был давать. Но Баш. Но Баш. Миракл без Блэкенбара пытается просто уйти. Булыжник залетает. И Сайлл Сфантом Ассасин. Отличная палка. Отличная палка. И грамотная позиция Кура позволяет Миракл отсюда уйти. Миракл очень четко нападает. Тонкими, аккуратными ударами высекает важные боевые единицы Виртус Про. Все круто. Все круто делает пока что игрок команды Ликвид. Первой позиции. Хотя вот одна ошибка от него была, такая достаточная группа. Но, блин, это Миракл. За это мы его и любим. За такие мувы. Рамзес рискует. Рамзес здесь рискует. Он напал на Баунти Хантер изначально. А Блэкхолл? А, Блэкхолл нет. Нет, Энигмы. Инфест. В крипа. Палка. Удары, удары. Эллюминейт. Миракл делает фраг. До Рошана остается 30 секунд. Дабл дамедж в боте. Дабл дамедж в боте опять. И Рошан может сейчас заспавниться. И это прекрасно видит Ликвиды. Но тут Рожер. Рожеру очень важно с этим ДД что-то сделать. Разбить или подать. Любой ценой. Но Джейдж пытается его не пустить. Но фантовка слишком далеко, чтобы успеть за дабл дамеджем здесь. Рожера попытается убить. Его, наверное, должны забрать. Летит Кортик. И пара ударов. Баши. Миракл убивает. У него есть МКБ. Я не знаю, отмечал ты это или нет. Но это очень важно. Потому что теперь Ластиллер не может чувствовать себя в безопасности. У него талант на 20 уровне на миссы. Он дает ему очень много стойкости. Против большинства кэрри. Но Миракл настолько высокий темп игры задал, что у него слишком быстро появляется МКБ. И забавно то, что он играет без Блэк Кинг Бара здесь. Ну, вроде бы как понятно, да? Ты можешь попасть в Блэк Холл. И что тебе этот Блэк Кинг Бар? Но там ведь есть Пугна. Пугна может кинуть в Декрип. И ты просто не сможешь бить. А у Миракла ни манты, ни БКБшки. Вот, кстати, в том моменте, когда Миракл напал на Пашу, мог Ноуан его спасти Декрипом. Либо в ПА, либо в Инигву непосредственно. Но ни того, ни того Ноуан не сделал. Не успевает на Рошана Виртус Про. Очень быстро падает Рошан. Там медальон, как ни крути. Аегис для Миракла. И сразу же разбивается Смоу. Готовится атака. Прямо сейчас Матумба. Палка по Соло. Рядом находится Джаж. Блайдни Лайт. Пытается убить Соло. Не жалеет на него Эбисол. Есть Декрип. Но Соло здесь пытается убежать со всех сил. И работает Светлячки. Вкатывается. Вкатывается Расперед вместе с Рамзесом. Паша в позиции. Ждет момента. Брейв. Паша игнорирует пока врыв на Пугну. Пугну убивает очень быстро. Паша выкупается Пугна. Паша им не может вообще ничего сделать. Да. Он не может дать Блэк Холл в Аегис. Это бессмысленно. Отлично играет НОВАН. Сейчас дает Декрип. Врубает БКБ Паша. На всякий случай. В итоге Миракл сейчас должен лишиться Аегиса. Но перед своей смертью он должен забрать парочку игроков Виртус Про. Так и есть. Роджер он убивает. Паша нажал БКБ. БКБ уже нет. А там есть Веловисп. А там есть Веловисп. Паша грубо очень ошибся. Веловисп ставится немножко преждевременно. Потому что Паша сейчас может выбрать позицию. Для того чтобы хорошенько ультануть. Рамзес. Да. Вот он Блэк Холл. Который быстро разбивается. Толка от него не очень много. Получается Рамзес. Получает Крит. Погибает Рамзес. Пивайте байбек от игроков команды Виртус Про. Палка под вами залетает. Шикарная. Блайдни Лайт. Паша на лу ХП. Попытка убить хотя бы Миракла. Миракл упрыгивает. Под Гриммер Кейпом. Под Дивайн Фейвор прячется. Ну и ВП в погоне. Ну хоть кого-то нужно попытаться убить. На ходе здесь Баунти Хантер. Баунти Хантера убьют. Видимо это все. Роджер покатился дальше. Попытка найти и Кипера Взлайта. Кипера Взлайта слишком быстрый. Не угнаться за ним. Он с Блинк Дайгером и с Форстафом нет. Да. Пойди попробуй коня этого догони. С ним вообще никак не расправиться. Я кстати только сейчас заметил то что Роджер с Мидасом играет. А тут хотят напасть на Рамзеса. Полка прыгают. А Бисл Блэйд. И Рамзес умирает. Второй Бисл Блэйд. С байбэка. С байбэка погибает Рамзес 110 секунд. Без него гарантированно. Ликвид об этом знают. Ох какая тяжелая сейчас будет ситуация. Блэкхолла ведь нет. Еще я контролирую Террд Спирит. Он также без байбэка. ГГ. Там было очень много байбэков. И сдаются, сдаются игроки Virtus.pro. Ликвид побеждает в этом матче. Несмотря на наличие Энигмы. Несмотря на карный пик. Там продают все шмотки Паша. Покупаете Рефрешер и Блинк в конце. Ну вот только так на самом деле Энигму и можно выиграть. Вот это единственный стиль игры, который помогает расправиться с Энигмой. Когда нечем сбить Блэкхолл. Ты должен навязать настолько быстрые темпы и хаотичные. Чтобы Энигма просто не понимал. Куда ему, когда кастовать этот Блэкхолл. Вроде бы как можно было уже хороший Блэкхолл дать с БКБшки. Да, там был Аегис. Но можно было бы там умереть. Я не знаю, выкупиться. Дождаться пока Аегис с Фантомки кто-то выбьет. И потом нажать БКБ и кастануть Блэкхолл. Но Паша вот принял неправильное решение. Принял он его не потому, что он не понимает, как ему надо играть. А потому что в игре происходит просто черти что. Миракл какой-то лезет на фонтан. Убивает тебя всех героев. Что это вообще такое? И очень высокая степень накала. Очень высокая такая сумбурность, хаотичность матча. Она не позволяет таким героям, как Энигма. Порой правильно оценить ситуацию. Когда тебе удобно кастовать Блэкхолл. Когда тебе не надо. Когда тебе лучше отступить и умереть. Потом выкупиться. Или лучше просто попытаться кастануть Блэкхолл. Ну и в итоге Ликвид побеждают. На самом деле у Virtus.pro было все плюс-минус неплохо в какой-то момент. Но очень неосторожно они сыграли. И вот этот вот Рошан, которого Миракл взял. Просто один пошел. Знаешь, он просто как в каком-то пабе. Типа парни... Это было трудно предусмотреть. Он скорее всего еще из Смоуки вышел. Вместе с Альфа-собакой. Конечно, тут никак. Ну и контроль Паши. Паша идеальный герой Энигмы здесь. Но как? Ликвид постоянно эту Энигму контролировали. Особенно Миракл со своим башером. Ладно. Побеждает команда Ликвид. Как я понимаю, теперь у Virtus.pro шансов на то, чтобы выйти... На первое, либо второе, либо третье, либо четвертое место нет. Они занимают топ-6, топ-7, топ-8. Так что мы увидим их уже в лазерах, где они будут играть за выживание. В формате, кстати говоря, Best of 1. Там уже для ВП турнир может закончиться. Я думаю, тогда уже ВП будет совершенно другой команды. Был тяжелый соперник. ВП боролись. Спасибо командам за игру. На этом этот матч заканчивается. Дальше мы переходим на еще одно китайское дерби. Newbie против команды Invictus Gaming. Это завершающий матч групповой стадии на нашем канале. Параллельно будут идти матчи Ликвид и Вичи Гейминг на первом канале. И групповая стадия на этом завершится. Так что мы уходим на паузу. Давай только мы стримы там перезапустим, потому что у меня плашки нет. Давай. Как ты можешь заметить. Поэтому я стрим закрываю, а ты запускай.